всем привет друзья с вами дед сегодня мы посмотрим как пройти второй ряд снаряжение 21 уровень погнали будем проходить моего по методу инженера на пол сделал нам на новый год подарок и показал прохождение данного данжа что все лавры ему инженеру он же евгений кузьмин спасибо тебе данным методом можно проходить все последние верхние этажи второго рейда его суть заключается в том чтобы гармонично выставлять и убирать героев в этом способе очень важен тайминг буквально несколько секунд могут сыграть роль и отразиться на итоге возможно с первого раза у вас не получится но после нескольких попыток вы поймете принцип и я думаю что у вас все получится самое главное что нам нужно это два персонажа с временной неуязвимостью к урону их персонажей у нас есть пять сейчас мы их перечислим в персонале у нас есть четыре танка и один боец из танков это у нас регулус барон брокер и тит из бойцов у нас и цены те персонажи ценовятся неизвенными при получении огромного урона еще обязательный герой которым нам нужен для прохождения это волка из разряда бойцов она нам нужно обязательно с первым пробуждением так как она уменьшает время возрождения всех дружеских персонажей на 25 процентов чтобы она не занимала место в нашем составе мы одеваем ее как танка то бишь все шмотки на узы но даже в топовом шмотина танка ее иногда сносят и она выдает нестабильный результат поэтому я ее использую только в двух случаях при первом выставлении на первой волне и на самое самое последнее я покажу когда именно потом нам понадобится еще три танка одеваем по максимуму вазы их из хороших танков я бы выделил короля хардса левия олога того же брокера если вы не используете его как для выставления для того как выбрали танков нам нужно будет два хила желательно использовать дерево и вортекса дерево это у нас эловина если что два хила будет вполне достаточно чтобы пройти уровень единственное уточнение что в некоторых случаях на вортекса лучше одевать арт который заливает при выставлении ему ярость если у вас нету эловин или вортекса тогда используем либо гвинтолин либо холлоу можно использовать также мидан и эйлин сразу хочу выделить эловин и холлоу за то что они восстанавливают дополнительную ярость нашим героем и это поможет нашему ддшнику быстрее ультануть ну и после того как мы выбрали хилов давайте перейдем к саму урону что же нам нужно будет и как нам все это дело будет проходить и кем здесь есть несколько вариантов неизвестных самый распространенный вариант это мы берем хасу она за счет ульты которая быстро набирается очень хорошо сносит волны я ее и проходил но в конце есть загвоздка то что голему очень плохо наносится физический урон и маг все-таки здесь в конце уровня справиться лучше я все же первый раз проходил хасу и мой первый бой длился около наверное минут 20 потому что она очень 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 мало отнимала урона волнами она справлялась прекрасно поэтому это все равно очень очень хороший вариант следующий персонаж которого я хотел бы выделить это хаммед он очень хорошо себя показал на данном уровне за счет своей ульты и базы в принципе очень хорошо справлялся верно например тоже справлялась немного хуже также вы можете попробовать пройти морган или аякса и твинфилдами я лично последними тремя не пробовал проходить так как у меня нету тех героев но вполне вероятно что ими можно это сделать а если вы проходили данный данж героями которых я не называл то напишите их в комментариях что нам делать если не хватает урона для того чтобы сносить волны в таком случае я брал долорес одевал ее полностью ванта в атаку и ставил по таймингу так чтобы она успевала запустить урон под ульту нашего выбранного дд также на долорес для прохождения вот советую одеть арт который заливает ярость в начале выставления артефакт этот называется рог духа легендарный его не так трудно выбить и в принципе не обязательно на его качать на фул можно самым первым пользоваться 25 процентов этого достаточно вот мы укомплектовали команду у нас получается два обязательных танка три танка для защиты два хила волка потом наш дд-1 и у нас остается одно место это место мы используем либо для долорес если у вас не хватает урона либо можно втулить еще одного танка чтобы была подстраховка на всякий случай вот либо мы можем взять еще одного т.д. например мага то есть если вы используете хасу можно взять филина чтобы как раз его в конце выставить чтобы этот бой быстрее закончить или как вариант мы можем взять на пустое место лорда который будет подходить под фракцию нашего дд-шника собственно чтобы получить 300 процентный бонус ко всем характеристикам и загустить ему атаку и уроны и все прочее вот можно еще такой вариант использовать ну и приступаю уже к самому прохождению покажу что мощь доминирования отключил и за что он всем было понятно что я прохожу так как будто бы в первый раз вот в заправду что все было честно взял я в дд хасу и сейчас собственно будем дело проходить первым же делом ставим нашего дд-шника чтобы у него быстрее всего накопилась ярость после этого ставим самого дешевого нашего танка и ждем второго моба как только второй моб заходит в зону нашей ульты мы атакуем атакуем ультуем и сразу как только наши мобы погибли мы сразу первым делом убираем нашего нашу хасу и убираем танка это очень важно сделать для того чтобы они успели откатиться и в этом моменте мы первым составляем от нашего танка с неуязыньостями мы его ставим практически в самом последний момент для того чтобы об него вот эти колобки задевались и когда второй колобок чуть-чуть отойдет мы ставим уже чуть подальше нашего обычного танка и выставляем чуть заранее нашу тиму я выставляю первым вортексом вортекса чтобы у него накапливалась ульта после этого ставлю дерево, хасу и анвиту включая анвиту сразу чтобы от обычных атак тоже и шел усиленный дамаг от хасу и как только все мобы заходят от волны в ее зону действия она ультует чуть-чуть ранее можно убрать хилов для то чтобы они быстрее восстановились или ненужных танков и как только мобов мы убили так же всех убираем и продаем по тому же способу как и первый раз мы ставим двух танков неуязыньостями после того как два големчика ударились мы еще ждем и одновременно убираем этих танков заново выставляя обычных почему важно было чуть раньше убрать вортекса и дерево чтобы можно было поставить и они как раз начали вот здесь жить то есть старайтесь соблюдать все эти тайминги и опять же по такому же принципу как только все заходят в зону действия ульты под ульту анавиты вы атакуете с нддшниками здесь прям тютелька в тютельку получилось все это сделать потому что уже еще по секунду буквально и и наш босс атаковал бы у нас идет уже последняя волна вот тех колобков здесь можно второй раз будет выставить волку таким образом волка погибает от двух ударов но она нам больше в принципе не нужна если у вас другой будет танк иметься тоже неплохо но если он переживет и вы сможете ее продать тогда вы чуть чуть быстрее выставите всех остальных ребят здесь у меня очень опасно ехал умолок но слава богу успел перезарядиться харс вот поэтому то что я говорю очень важно вот эти все монетки сохранять очень важно учитывать и сохранить все эти тайминги смотреть за ними и как можно скорее все это дело проходить то есть даже с первых секунд выставления хасу уже можно в принципе предопределить в остальных задерживаться или нет поэтому нужно делать все как можно быстрее как можно скорее и без лишних трат времени здесь мы ставим еще волку дополнительно и то о чем я говорил что бой будет очень длинным я его сейчас буду ускорять так как хасу наносит крайне мало урона у нашего голема очень большая физическая защита и обычный урон стрелковый ему как бы мало носит урона а вот маги как раз бы сюда хорошо зашли да и так можно в принципе перемотать и здесь ускоряю битву здесь особо ничего интересного не будет просто повторение одних и тех же самых действий ультую волка и потом анвита и под нее хасу и так вот долбил 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 собственно в принципе так и выглядело мое первое прохождение отходим потихоньку к развязке таким мучительным способом ну собственно добиваем босса метод не быстрый но эффективный что уж поделать с хасу мне было комфортнее всего проходить пытался через хант чуть не хватало тайминга через верну чуть не хватало урона плюс хасу еще хороша тем что она дешевле основных героев это и как бы плюс такой ворон примерно билла фасу если кому то интересно кто сколько получил кто сколько отхилил и примерно так будет выглядеть бой на авто битве я посмотрю покажу вам в принципе здесь ничего не будет сверх нового такого это просто моя авто битва она чуть отличается после того как вы пройдете уровень на три звезды вам откроется мощь доминирования и вам тогда уже будет проще можно будет например не брать доларес вот а взять филина или взять просто мага вместо хасу и уже чуть лайтове как бы все это дело пройти так же не забывайте что вы можете проходить такие методы там не только 21 уровень но и 20 19 вполне себе ну и как мы видим под ульту филин достаточно хорошо сносит на здоровье галину и в паре с хасу нормально они все это намного быстрее делают вот такой вот получился бой и давайте сейчас напоследок я вам покажу шмот в который одет персонажи каждую отдельно шмоточку кому интересно можно на паузе посмотреть и сразу ремарочка героев то бишь танков которых мы используем с временной неуязвимостью в принципе можно ни во что не одевать так как они основной урон свою основную функцию выполнять тем что они становятся неуязвимы им не нужно особо поглощать какой-то определенный урон поэтому они вообще могут быть голыми грубо говоря в данном случае это регулас и барон у меня на них шмот стоял но в целом вообще их не обязательно одевать в что-либо других танков мы просто одеваем в АВЗ по максимуму особо можно не заморачиваться тупо все на АВЗ самый простой и работающий вариант Долорос обязательно мы одеваем полностью всю в атаку в принципе кто не знал как ее одевать и для чего этот персонаж сейчас нужен то будет полезно посмотреть на характеристики потому что часто вижу Долорос которая неправильно одета либо игроки просто не знают как ее использовать не супер топовый шмот как видите то есть я вообще по поводу танков сильно как-то не заморачивался им в целом хватает там здоровья ВАЗшку и исцеление мы одеваем в Уртексу ну и также самого лога просто ВАЗ с танками в принципе никаких особо заморочек нет пока что вот так были одеты мои герои собственно ими я и прошел понимаю что конечно не у всех есть эти герои и шмот ну попробуйте импровизировать тем что есть вот и я думаю что как минимум вы сможете по этому пути по этому методу пройти 19 уровень 20 уровень я думаю что это вполне реально других способов я сам пока что не знаю вот этот он единственный насколько я понимаю сейчас в принципе в игре существует если я ошибаюсь поправьте очень надеюсь что видео было вам полезно что оно помогло пройти давный рейд в свою очередь очень старался объяснить и показать доступно и понятно как все это делать делать на практике конечно оно будет сложнее чем на видео но я думаю что за несколько попыток или за несколько часов попыток вы приловчитесь также можно зайти в нашу группу в telegram сказать там спасибо инженеру или мне за видео которое постарался разжевать также можно там пообщаться на любую тему по игре спросить советы или поделиться какими-то достижениями так что всем welcome если у вас остались какие-то вопросы по прохождению можете их задавать в комментарии или писать в той же группе я вам отвечу ну а так в целом на этом видео будет уже заканчиваться я хотел вас поблагодарить за то что вы посмотрели данное видео если вам было полезно это прохождение поддержите его лайком или подпиской или каким-то комментариям мне будет очень приятно потому что достаточно много ушло времени на его снятие и монтаж поэтому я буду вам также благодарен за вашу благодарность и увидимся в новых роликах рад был для вас стараться с вами был дед всем удачи всем лех всем пока 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 не забывайте не забывайте не забывайте пока